Подброс мяча, удар, доля секунды и очередь отбивать уже у другого игрока. Сегодня в Академии тенниса стартовал международный турнир имени Озерова. Престижные соревнования проходят на Рязанской площадке уже во второй раз. А за главную награду кубок имени Николая Озерова будут бороться в 30-й раз. Эти соревнования отмечают юбилей. Он традиционно всегда привлекал сильных игроков. И я надеюсь, что эта традиция не будет нарушена. Тем более, что в течение 30 лет здесь участвовали лучшие игроки не только российского, но и мирового уровня, которые стали символами мирового тенниса. Этот турнир второй категории. Определяется на суммарном рейтингом участвующих в нем игроков. Для каждого из юных теннисистов важно заработать здесь очки. Именно они будут определять дальнейшее участие спортсменов уже в профессиональных матчах. Вот этот международный турнир, он идет среди юниоров и юниорок до 19 лет. Это турниры, последняя стадия перед профессиональными турнирами. То есть дальше идут профессиональные турниры. То есть тут уже юниоры нарабатывают рейтинговые очки. Сетка большая, 64. Турнир проходит неделю. Получается, в понедельник начинается основная сетка, в воскресенье вроде бы заканчивается. Ну, какие планы? Ну, конечно же, выиграть. Все хотят, и мы будем бороться. Слышь, как получится. Всего 145 теннисистов встретятся в ближайшие дни на этих кортах. Большинство из них – россияне. И хотя о своем участии в турнире заявили десятки стран, приехали далеко не все. И не потому, что далеко. Заявлено было довольно много, но потом начали сниматься прежде всего, потому что, когда видят состав и понимают, что достаточно быстро можно проиграть, а в России очень сильная юношеская школа, то они предпочитают оставаться дома. За 30 лет на корты в рамках этих состязаний выходили такие звезды тенниса, как Евгений Кафельников, Анна Курникова, Марат Сафин, Анастасия Мыскина. Сегодня молодые люди осознают, что, возможно, и их имена скоро войдут в историю мирового тенниса. А пока они демонстрируют силу удара и скорость реакции.